Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, рассказал историю. Вот касательно этого, что хочу сказать. Даже вот какой бы человек грех не совершил, если он успеет до того, как Аллах не пошлет к нему ангела смерти, попросил Аллаха тавбой вернуться к Аллаху и покаяться, то, субханаллах, Аллах проявит к нему свою милость. И никто не может быть между рабом Аллаха и тавбой, между Всевышним Аллахом, рабом и тавбой, покаянием. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, вы этот халиф, наверное, слышали, рассказал про человека, который убил 99 душ, 99 людей. Слышали? 99 людей убил. И хотел сделать тавбой, то есть настолько он как бы погряз вот этим греховным и убил 99 человека, и хотел просить Аллаха прощения. И говорит, у кого бы спросить? Это то, что было до ума пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям. Ему сказали, есть такой-то, такой-то набожный человек, абид, который много молится, много поклоняется, иди к нему спроси. И он подошел и сказал, говорит, я убил 99 человек. То есть Аллах может ли меня простить или нет? То есть это как пример убийства, это большой, великий грех. Может быть, альхамдулили, никто из нас не убивал, но кто-то, может быть, там прокручивает у себя голове, я столько-столько там таких харамных вещей совершил, или столько, Аллах простит меня или нет? То есть, а это такой великий грех и такие совершал. Аллах меня простит. Этот человек набожный, который много поклонялся, Аллаху сказал, Аллах тебя не простит. Он убил его, стал сотым человеком. Его потом направили к знающему человеку. Поэтому Аллах в Коране говорит, не может быть одинаково, знающий и не знающий. То есть человек может быть набожным, но у него нет знания, и он может навредить религии Аллаха. Вот на сегодняшний день две вещи, которые вредят религии Аллаха, так скажем, от рук мусульман. Первая, когда у человека есть ихлас, есть искренность, но нет знаний. И он без знаний что-то делает в религии Аллаха и вредит религии Аллаха. Другая же крайность, когда у человека есть знания, но нету ихляса, нету искренности. Много знаний у него, но искренности нет. Он тоже вредит религии Аллаха. Поэтому две вещи должны быть у каждого знать, да, Аллах, иншалаллах. Это ихляс и знания. И его направили к кому? Не просто к набожному, а направили к знающему. И он подошел к нему. Я убил 100 человек. Аллах простит меня или нет? Я хочу Аллаху попросить прощения. И тогда он сказал. Кто может быть преградой между тобой и Аллахом? Кто может тебе запретить покаяться? Да, Аллах тебя может простить. Однако дал ему совет. Ты, говорит, живешь среди того народа, который отдалился от Аллаха. Грешники. Переселись в такое-то село, там набожные живут. И потом он, когда шел к хиджру, делал направление этого села, где живут набожные, по дороге он умер. И Аллах, знаете, когда к человеку приходит, если он был грешником, за ним приходит, как вчера на хутбе говорили мы, ангел такой в суровом виде. Если человек был верующим, из-за обитателя рая, к нему с красивым лицом ангел приходит. И к этому человеку Аллах направил и таких, и таких ангелов. И эти ангелы начали между собой спорить. Те ангелы, которые, их называют маляйки, ангелы милости, они говорят, мы заберем его душу. Ведь он направлялся к тому направлению, где живут верующие. Наказание, те, которые ангелы наказали, говорят, мы заберем его душу, будем наказывать. Ведь он еще не успел переселиться туда. И тогда Аллах, Субхану Талли, послал третьего ангела, того ангела, который бы рассудил, третейский судья между ними рассудил. И тогда, что этот ангел сказал, если он во время переселения, если он остался ближе к той местности, где грешат, то забирайте те ангелы, которые накажут его. Если он ближе к той местности, где верующий, набожен, то забирайте те ангелы милости. Когда посмотрели, он не успел, он был ближе к грешникам. И посмотрите на милость Аллаха. Аллах, Субхану Талли, сказал, Аллах, Субхану Талли, сказал, Я арду бта'иди, и я арду ткарраби. О, та земля, где живут грешники, отдались подальше, и приблизил к нему землю ту, где живут верующие. Субхану Талли, отмилился Аллаха к нему. И забрали его, аль-хамду лля, и вели в рай. Поэтому это милость Всевышнего Аллаха. Один из вахши, который убил дядю пророка Мухаммада, Субхану Талли, который звали Ассаду Лев Аллаха, его убил вахши, копьем, тот, который работал, и хинд. Хинд сказал, если ты убьешь хамзу, который убил ее отца, на битве при Бадре, перед тем, как наступила битва при ухуде, она сказала, убей хамзу, я тебя освобожу. Он убил его. Потом хинд съел его, разрезал его, над ним издевалась, над его телом. И после этого он скрылся, и начал, порок Мухаммад, Саллаху Али Салям, узнал, почему он скрылся, потому что он знал, что его, если мусульмане поймают, это вся за смерть хамзы. Он скрылся в одном селе, и порок Мухаммад, Саллаху Али Салям, узнал, где он находится, ввел с ним переписку, он принял ислам, и в одном письме пишет, и говорит, я, Расул Аллах, о, Пасла Николая, сколько людей я убил, сколько я прелюбодействие сделал, сколько я алкоголью выпил, сколько я украл, сколько я храма сделал. Твой дядя хамзу убил. А я хафируллаху Али, Аллах, простит ли меня или нет? И в этот момент Аллах мне спосылает ая из Курана, где Всевышний сказал, скажи, о, те люди, которые погубили себя в грехах, не просто согрешили, много грехов сделали, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поэтому, если человек искренне попросит у Аллаха покаяние, Аллах в Коране говорит, «То, кто после греха попросил Аллаха покаяние и изменился в лучшую сторону, пояснил Аллах, прощающий и милосердный». Помимо того, Аллах сказал, «Благие дела стирают плохие дела». Не просто стирает, но фиксирует плохие дела и превращается это в благое. Поэтому, как один из ученых говорит, «Тебе что причина твоя, то, что ты зайдешь в рай, это твое зина, это твое выраспивание алкоголя, это твои харамные вещи, если ты был искренним с Аллахом, когда попросил Аллаха покаяние?» Почему? Потому что Аллах в Коране говорит, «То, кто уверовал, то, кто попросил Аллаха прощения, то, кто после этого делал благие деяния, Аллах, субхану ва-те-Аля, его плохие дела превратит в благие дела, и это будет великим наградой для него судный день». То есть, человек, например, совершал грех, например, вот эти все грехи, которые перечислили, все это превратится в халяль, все это превратится в благое деяние, если он искренне покаялся перед Аллахом, и это будет из причин, то, что он попадет в рай судный день. Поэтому Аллах милостей и милосердный. Мы не можем решать за Аллаху, кого Аллах, субхану ва-те-Аля, кого Аллах, субхану ва-те-Аля, не простит. Хадис от Абу-Хурейра, когда пророк Мухаммед, привел этот хадис и передатчик Абу-Хурейра, этого хадиса, посланник Аллаху, субхану ва-те-Аля, сказал, жили два, до ума пророка Мухаммеда, два брата. Один был салих, другой талих, один был праведником, другой грешником. И праведный всегда звал своего брата-грешника на поклонение Аллаху. И всегда он сказал, оставь меня, оставь меня в грехе. И в один момент, когда он позвал его на поклоняться Аллаху, он сказал, оставь меня с моим Господом, иди уже, отстань от меня. Тогда он сказал, Аллах не простит тебя, не ведет тебя в рай. То есть решил за Аллах уже. То есть до того он уже, как бы столько я тебя призываю на поклонение. Он говорит, оставь меня вместе с моим Аллахом, с моим Господом, Аллах тебя не простит, и не ведет тебя в рай. В судный день приведут обоих, сказал посланник Аллаху, саллаху алейхи ассалям, и вот этого набожного человека, Аллах скажет, хзуху фагуллюх, говорит, возьмите, выкиньте его в ад. И когда он скажет, почему я Аллах, он скажет, за меня ли ты решил, кого я накажу, а кого я прощу? Да, когда человек отдаляется от Аллаха, мы боимся для него наказания. И просим хидая и призываем. Но однако решать за человека, за Аллаха, этого Аллах накажет, этого простить, мы не имеем права. А того, который был грешником, Аллах скажет, я тебя прощаю по своей милости, потому что в тот момент, когда он тебя призывал, ты вспомнил обо мне, и сказал, оставь меня с моим Господом. Значит, у тебя с пылинкой иман был. То есть отсюда мы что понимаем, то, что, уважаемые братья и сестры, никто не может препятствовать между рабом Аллаха и тяубой. Что бы человек ни сделал, пока он жив, просит Аллаха, Субханаля, покаяние, то Аллах, Субханаля, простит. В двух случаях Аллах не принимает покаяние. Первый случай, когда душа выходит, когда достигает гортань, и человек видит ангела смерти. И другой случай, когда солнце выйдет из запада. Вот в этот момент Аллах не принимает тяубы. А во всех остальных случаях Аллах принимает тяубы. Даже в этот момент, когда Фераун, фараон, он сказал, я не знаю для вас иного Господа помимо себя. И Аллах ему дал срочку 40 лет, чтобы он изменился. Но он так и не понял, через 40 лет сказал, я ваш великий Господь. И Аллах в Коране сказал, я его наказал за последнее слово и за первое слово. Последнее слово какой? Я ваш великий Господь. Первое слово, я не знаю для вас иного Господа помимо себя. Однако, когда он умирал, когда уже увидел ангела смерти, когда Аллах расколол вот это море на две части, он начал говорить ла иллах, ла иллах, об этом в Коране Всевышний говорит. Фараон сказал, я уверовал в того Господа, в который уверовал в баню Исраил, дети Якова. И я из числа мусульман. Аллах ему отвечает и говорит, сейчас только ты уверовал в Фараон, ведь ты до этого был грешником, был из числа тех, кто распространял грехи. На что в этот момент Джибраил рассказывал эту историю. Рассказал эту историю нашему пророку Мухаммаду сказал, я возненавидел фараона, когда он сказал, я ваш великий Господь. Я брал глину из моря и затыкал рот фараону, когда он говорил, боясь, что даже его Аллах простит. Боясь даже, что его Аллах простит, ему проявить свою милость. А что говорить уже о человеке, который покаялся, который искренне. Аллах прощает все, что было. И самое главное, не рассказывайте никому. Аллах нас всех, братья и сестры, уберег от любви по отношению к хараму. Как в детстве, так и сейчас. Человек хочет, не хочет, он согрешает. Кажется, человек грешен. Лучший из них, кто просит у Аллаха тавба. У нас не должен быть нияд с ночи, чтобы утром, завтра, оставил Аллах, грешить. Но если вдруг на протяжении дня человек согрешил, просит у Аллаха тавба. И не рассказывайте грехи. Не смотри, это мой брат, не смотри, это мой сват, не смотри, это мой учитель, мой устаз, или это мой близкий человек, или это. Валлахи л-азим. Припомнят эти люди тебе, даже через 20 лет ты станешь имамом двух святейн аль-Харама, Мекки и Медины. Тебе все равно такой твой завистник напомнит, а помнишь, 20 лет назад ты такой-то грех совершил. Аллах скрыл его, простил, но люди такие, так сотворены. Поэтому ученые говорят, не рассказывать грехи и просить в Аллахе тавба. Менчал.